Приветствую вас, Наталья, давайте разберём вопрос, который вы подаёте. Мне кажется, что вы описываете, с одной стороны, достаточно грустно, потому что всегда грустно читать и слушать такие истории, как у вас. С другой стороны, есть несколько моментов, на которые нужно обратить ваше внимание в контексте того, что вы описываете. Самое такое вот очевидное, самое очевидное, это то, что когда-то у вас отношения с молодым человеком, да, вот, с этим, вот, не завершилось, вот, до конца вы их не завершили, вот, и, соответственно, у вас остались некоторые чувства к нему, даже когда вы были замужем и когда у вас там были дети и так далее. То есть вы, вероятно, переключились, да, конечно, на другого мужчину вы переключились, смогли переключиться. Но это не означает, что чувства у вас прошли к первому мужчине. Если вы не прожили определенные эмоции, вот, если вы не прожили то, что вот, ну, то, что вы чистовали до конца, если у вас, если у вас не было, например, такой вот возможности, то они, эти чувства, вероятно, вас продолжают как-то вот, и, конечно, если вы не прожили, это все, наверное, это, наверное, это, наверное, это, наверное, это первая, что мы можем сказать, вот, Второй момент, который можно сказать, это то же, как вы отреагировали на историю с его женой, на историю с тем, что он много, достаточно, получается, про свою жену говорил. Вот. Реакция совершенно снаб себе естественно и нормальная, но вы почему-то извинялись перед ним. Это вот несколько странно, то ли здесь дело в привычке, то есть то, что вы к нему привыкли и испугались, например, что он уйдет, а что вы его потеряете. То ли это связано с тем, что вы себе не до конца уверены, и отстаивать свои личные границы и не сказать, чтобы привыкли. да, может быть достаточно. Как мне кажется, вы описываете, вот с точки зрения функционирования контакта вашего с мужчиной, вы описываете классическое такое нарушение личных границ. То есть что это, что это значит? Это значит, что, что изначально, изначально вы допускаете человека слишком близко к себе, изначально вы допускаете человека слишком близко. То есть, позволяйте ему, там, говорить про свою жену. Вот. Несмотря на то, что вам это не нравится, что вы, там, ну, чувствуете, что вам это неприятно, например. Вот. Ну, первоначально вы об этом умолчаете, мужчина привыкает, после чего вы ему высказываете, мужчина удивляется, естественным образом обижается, потому что понять, почему, например, изначально вы ему это позволяли, а теперь нет, людям сложно. Вот. Поэтому я бы сказал, что работа с личными границами и приобретения навыка этого, на мой взгляд, очень важно. Вот. Это такой аспект. Следующее, следующее, вы говорите, что, эм, что привыкли. Вот. А вы говорите, что вот у вас, ну, есть такая привычка, к молодому человеку. Вот. Вот. Эм. И важно понять, чего, чего вам не хватает, чтобы выиграла привычку. Вот. Вот. А вы говорите, что, эм, ну, что он, женатый для вас табу. Вот. Но при этом вы к нему привыкли. Вот. И при этом вы, эм, как, вот, как бы обращаетесь к нему, с тем, чтобы он вас куда-то отвелся и как будто бы вы уже ждете от него чего-то. Вот. И это в некоторой степени, в некоторой степени это там, противоречит тому, той позиции, эм, которую изначально вы высказываете. Связано это может быть только с тем, что вы не замечаете своих, эм, ну, своих желаний, своих, эм, потребностей каких-то. И, эм, как будто бы специфически, эм, специфически ограничиваете себя, вот, ну, в определенных проявлениях, так скажем. И, эм, эм, э, 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 э 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 А с другой стороны, как-то сложно чтить какие-то моральные нормы, когда ты голоден, когда тебе чего-то не хватает. Вот, и конечно, вы, вероятно, сами не заметили, как вот стали нуждаться в человеке. Вот, вопрос только в том, в чем конкретно вынуждает что ничего, видите, нет плохого в том, что вы нуждаетесь в мужчин. Вот, в конце концов мы с людьми все натянемся друг в друге, ничего в этом экстрактинамого нет. Но момент заключается в том, что вы, а мой по крайней мере взгляд, постарались бы вот для себя увидеть, что там, вот, что там, что это за привычка у вас к человеку. Вот, такая привычка, что вы испытываете в нем потребность. Вот, вы испытываете потребность в этом человеке. И на мой взгляд, это важный момент, вот здесь. Вот. Не менее важным моментом, на мой взгляд, является то, что вы развелись в своем узел. Вот, это, как правило, является драматичным событием для, ну, человека. Вот, и, как правило, это достаточно сильно может влиять на, ну, на то, как человек себя чувствует, на то, как человек себя ощущает, вот, на то, как он себя воспринимает в том числе. Вот, то есть, тут не все так вот просто может быть, может быть, к сожалению. Так, важно вам, если у вас есть вот такой опыт, опыт развода, это, это травмирующий опыт и, соответственно, очень важный, чтобы вы не выгоняли его внутрь, чтобы вы, ну, может быть, признали, что, что, кто при вас, как бы, присутствует, что, что вам, ну, что вам тяжело, вот, что-то, ну, как-то вот, влияет на вас, вот, и, соответственно, те эмоции, которые у вас есть, да, вот, те чувства, которые у вас есть, возможно, вы смогли бы пережить, если бы признали, что какие-то, вот, ну, какие достаточные явления, вот, разводы у вас присутствуют, сейчас, например, вот. Хотя, не исключено, что к мужу у вас серьезных чувств не было, но все равно это считается травмой, вот. Примерно из таких моментов состоит, на мой взгляд, ваш текст, ваш вопрос, вот. На истину, ни в коем случае, на истину я не претендую, вот, потому что всегда есть вероятность ошибки. Вот, я понимаю, что, может быть, я в чем-то где-то не был, не был, но, просто хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на эти аспекты. Это, как мне кажется, достаточно важный момент, вот. Если вам откликнулось, если вы почувствовали, что как-то вот вам откликает то, что, например, я говорю, да, да, то, что имеет смысл как раз поработать, имеет смысл как раз пообщаться и посмотреть, где у вас есть такие вот, скажем так, чувствительные места. Вот. Которые надо бы поиследовать, которых вы избегаете сейчас, к сожалению. Вот, потому что вам больно, потому что вам страшно, потому что вам стыдно. Вот, на профессиональном уровне, вот, именно на уровне, на уровне функций, я обратил бы ваше внимание, именно на то, что, вот, личные границы вы позволяете другому человеку вашим нарушать. Вот. Ничего хорошего из этого не происходит. Вот. Может быть, если, если бы вы лучше свои личные границы чувствовали, вот, то и отношения выстраивать вам было бы хорошо. Ну, лучше, впрочем. Ну, лучше, впрочем. Понятнее. Вот. 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 На этом все. Надеюсь, что это было вам полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Идем, suas目的是. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, наконец, там, которого он рассказывает. Продолжение следует...